Здравствуйте! Подводим итоги вторника, 22 августа. В студии Олег Хатанзейский. Новости начинаются. Временно исполняющий обязанности губернатора Ненинского округа Александр Цибульский провел очередную встречу с активистами Общероссийского народного фронта. Вот только обыденное кабинетное совещание для всех присутствующих неожиданным образом превратилось в выездное. Глава региона захотел лично увидеть проблемы граждан, о которых ему доложили общественники. В центре внимания халатность со стороны управляющей компании и неисполнение контракта по утилизации заброшенных судов в районе Качгартинской курьи. Чем закончился незапланированный выезд, расскажет Алина Ваучейска. Первая проблема, о которой главе региона сообщили активисты Общероссийского народного фронта – заброшенные баржи, что в районе Качгартинской курьи. Подрядчик, по словам фронтовиков, не исполняет свои обязательства перед жителями микрорайона. Разбираться в проблеме Александр Цибульский решил на месте и отправился на берег в черте Малого Качгарта. Возмущенных долго ждать не пришлось. Пока глава региона оценивал масштабы и бедствия, появились те, кто живет по соседству с железным крупногабаритным мусором. В июле должны были это все убрать. Но в итоге уже середина августа и до сих пор еще ничего не убрано. Уже дети, можно сказать, что эти баржи же присмотрели. И это безобразие, конечно, то, что происходит. Я у вас прошу прощения за это. Я узнал поздновато об этом. Но постараемся сейчас максимально быстро это все сделать. Вы тоже немножко потерпите, они сейчас распилят. И после этого я надеюсь... Это не затянется ничего, как обычно? Нет, это не затянется. Потому что еще в начале июля должны были это все убрать. Нет, они должны, я думаю, до сентября месяца это сделать. И вот навигацию это все отсюда увезти. И за собой оставить порядок. Прибывший на место Михаил Ферин пояснил, что подрядчик не успел вовремя распилить и вывезти баржи из-за отсутствия кислорода для резки металлов. Александр Цибульский в свою очередь дал руководителю профильного департамента ряд поручений. Я, во-первых, хотел бы вас попросить, вы еще раз пройдите по жителям, которые здесь живут вместе с компанией-подрядчиком. Проговорите, извините за предоставляемые неудобства. Неудобство приводит. Да. И тогда, значит, начните, здравствуйте, эту работу. А второе, что не очень важно, чтобы после себя компания не оставила здесь горы мусора. Значит, вот вы прям поставьте своим сотрудникам и для себя лично где-то, по-моему, что когда они закончат эту работу, они должны здесь после себя оставить идеальную чистоту. Именно поэтому они имеют возможность здесь пилить. То есть жители после их ухода должны ощутить здесь улучшение ситуации, а не набросанный мусор, как это зачастую, к сожалению, бывает, и что нам фиксируют. Ну, они сказали, вы собственник, делайте сами свой счет. А это и еще одна проблемная зона, куда заглянул глава региона. К фронтовикам обратилась жительница дома 36А по улице Южной. У Людмилы Наумовой неблагоустроенная однушка, которая еще два года назад была признана аварийной. Женщина неоднократно проводила капремонты за свой счет. Да еще и вынуждена платить за такую сомнительную роскошь баснословные суммы. Один с лишним тысяч в месяц коммунальных платежей. Несмотря на то, что я вот сидела даже по уходу, сколько я ходила, сколько я просила сделать перерасчет, что не делается половина из этого перечня на двух листах формата А4, содержание. Обращалась в гострый жилнодзор. На что они ответили, у вас же есть перерасчет, довольствуйтесь этим. Я еще раз пошла. В итоге они отправили, пришли, посмотрели весь дом, залезли на чердак. У вас дом не признан, да, в верхнем аварийном? Нет, у нас аварийный стоит. Глава региона, мягко говоря, был шокирован таким ценником от управляющей компании. Обслуживание которых стоит 110 рублей за квадратный метр, управляющая компания. Я даже не думаю, не понимаю. Это не считаю, что знаете, газ, свет, яплочек. Я понимаю, только содержание стоит 110 рублей за квадратный метр. Вы можете понять, что здесь по КТС содержит на 110 рублей с квадратного метра? С чем то, что у них где-то больше 100 домов на обслуживании. Я вот убить не могу себя понять. Я очень хорошо помню, вот вы меня простите, я что-то так получилось не всю жизнь здесь прожил. Вот у нас в Москве как-то в доме подняли обслуживание до 40 рублей за метр. Ну там, во-первых, обслуживание значительно выше. А по качеству. Так это был целый бунт. 110. Я даже себе не могу представить такую сумму, что должно быть за 110 рублей за квадратный метр. Это, ну, должны на руках домой заносить. По итогам внеплановой поездки Александр Цибульский распорядился в ближайшее время провести совещание с представителями городской администрации и гос. Во время заседания будут проработаны меры воздействия на управляющие компании, которые недобросовестно исполняют свои обязанности. Особое внимание на совещание уделят формированию тарифов управляющих компаний. Алина Волучейская, Александр Дуркин. Вести, Телеканал Север.